привет привет всем привет наряд дня к вашему вниманию у нас погода такая все еще прохладная но дождей пока нет классно слава богу можно немножечко до понаряжаться так холодно опять со мной моя такая теплая кожаная куртка в ее сразу увидели не будем на ней особо останавливаться сумка тоже в последнее время стала моей такой любимицей вот такой вот шарф внизу у меня такой свитшот серенький абсолютно обычный такой а-ля поношенный да вот вроде того юбка вот такая сегодня нам не юбка можно сказать что она немножечко слегка такая винтажная юбка шила ее мамина подруга из сибири еще из сибири шила на ее на себя она такая шерстяная такая как пледик шила на себя но я что-то показалось что она слишком короткая для ее возраста или по каким-то другим там да не подходила и она отдала ее мне это было наверное лет 20 назад и да долго я не носила и вот наконец-то она со мной начала я ее носить и мой любимый доктор мартин с ботинки черные с вот такими интересными озорными шнурками мне кажется они в этой юбке хорошо вот так сегодня у меня спросила одна подписчица на инстаграме касательно юбок как начать носить юбки хочу сказать вот такую вещь я вот эту юбку когда достала сегодня я вспомнила по какой причине я не носила юбки очень долго по причине подруг которые мне зудили что в израиле это не носят это как-то не модно как-то некрасиво лучше это не надевать потому что на тобой будут смеяться лучше это не делать лучше то не делать и я как-то знаете тогда много-много лет назад на меня это оказывало какое-то действие какое-то да все таки я как-то тоже старалась джинсы джинсы потому что вроде как в стране так принято а потом я немножечко позрослела и поняла что те самые подруги которые мне что-то советуют они не особо далеко ушли в плане моды в плане стиля они так и застряли в одних и тех же джинсах и я решила что надо если невозможно избавиться от их мнения но зудит и сверлит голову надо просто отдаляться таких подруг и надо находить подруг которые будут поддерживать вас в тех вещах которые вам интересны да не мешать вам развиваться а как бы поддерживать вас разве стимулировать вас и вдохновлять на развитие и если нет таких то просто ограничивать общение общаться с ними подругами не советоваться касательно тех вещей мнение на которые до вас не устраивает их который вас тормозит а если они все равно высказывают то просто относиться к этому как но одна бабка сказала мало ли кто сказал если вы считаете что этот человек не очень компетентен в этой сфере зачем прислушиваться к его мнению найдите людей сейчас по моему настолько открыт мир касательно вот того же блогерства инстаграма касательно чего угодно найдите себе такую виртуальную блогер персону подругу который будет вам вдохновлять вас и поддерживать вас таких вещах как что-то надевать что даже не очень принято странно в израиле вообще очень странно относится к людям которые носят длинные платья шляпы говорят сразу у нас такой входит как бы религиозный сектор да с покрытой головой и в юбках длинных у меня часто такое мне задавали вопрос ты не чувствуешь себя религиозно мне все равно если я иду по улице кто-то что я религиозный кто-то что я атеист и кто-то решит что и что-то другое мне все равно мне это доставляет удовольствие так сегодня я так завтра я иначе и именно нашла я вот такое вдохновение в разных модных таких даже не то что блогеров да просто страницах модных журналов которые знаете публикуют фотографии с недели моды какая модель одела что какой кто как пришел кто мимо шел в чем вот именно оттуда я начала черпать такое свое вдохновение не слушать какую-то одну другую подругу которая да одна бабка сказала и вот она у себя в деревне сидит решила что она должна мне посоветовать что мне нельзя носить юбки потому что у нас стране это кому-то может не понравится в эту юбку меня провисела в шкафу очень много лет потом я просто все это отмела пересмотрела полностью свой гардероб решила что с данного момента я буду носить только то что я хочу только то что я считаю для себя классным правильным то что нравится мне то что для моей душе души для моей личности комфортно а не то что будет удовлетворять потребности общества подруг или кого-то другого я не считаю что общество сильно страдает если я да вот так одета мне кажется наоборот как я уже говорила в одном из видео что общество всегда найдет как вас осудить и что плохого вам сказать и подумать даже если вы придете просто от самом обычном джинсах и свитере тоже кто-то что-то плохое подумает поэтому на всех не угодить и находите себе людей которые вас вдохновляют и помогают вам раскрыть вот эти ваши желания до носить что-то необычное дело что необычное хотя о чем мы говорим что уже необычного просто просто-напросто обычные банальные юбки платья и кто же если мы девочки будут носить платье будем ждать пока шатландцы мужчины придут в юбках так что я за то чтобы носить платье юбки быть немножечко более женственными вы знаете я обожаю гранж я обожаю такой брутальный стиль но в то же время да 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 вот такие вещи во мне сочетаются и все это дело настроение вот так большое спасибо всем за просмотр надеюсь вам было со мной интересно и увидимся в следующем видео